Музыка Иногда ее называют болезнью великих людей. От приступов мигрени страдали полководцы Юлий Цезарь и Александр Македонский, композитор Людвиг Ван Бетховен, писатель Федор Достоевский, естествоиспытатель Чарльз Дарвин и многие другие. Но так ли это в действительности и почему мигрень – это не просто головная боль? В этом выпуске попробуем разобраться, из-за чего она возникает и как облегчить жизнь при этом диагнозе. Невыносимая боль в половине головы, чувствительность к свету и звукам, тошнота. По статистике от мигрени страдает около 14% населения. Самое раннее ее описание встречается около 3000 лет до нашей эры. Древние египтяне приматывали к голове глиняного крокодила, греков лечили кровопусканием. В средние века с мигренью боролись с колдовством или чесноком. Сейчас методы, конечно, другие. Но эффективного препарата, который бы полностью помогал избавиться от недуга, так и не изобрели. Подробнее о диагностике и лечении головной боли поговорим с нашим экспертом, заведующим неврологическим отделением Курско-областной многопрофильной клинической больницы Татьяной Геннадьевной Богомазовой. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Головная боль – это такое явление, с которым сталкивается абсолютно каждый человек. Но как понять, что вот именно сейчас наступил момент, когда нужно обратиться к специалисту? Но головная боль действительно очень распространенная жалоба, да, и более 300 болезней могут проявляться головной болью. И около 50% населения систематически сталкивается с этой проблемой. По поводу головной боли пациенты должны обращаться к специалисту в том случае, когда это начинает мешать жить. Да, то есть это становится симптомом, нарушающим качество жизни, снижающим работоспособность. То есть и в тех случаях, когда головная боль может быть следствием какого-то другого заболевания. То есть это вторичная головная боль. Есть, существуют красные флажки, которые говорят о том, что это симптом, который может свидетельствовать о грозных заболеваниях. Это головная боль, которая сопровождается повышением температуры тела, сыпью. Это головная боль, которая впервые возникла после 50 лет. Это головная боль, которая выражена интенсивностью, такая громоподобная, интенсивнейшая головная боль, которая не купируется анальгетиками. Это головная боль, которая сопровождается какими-то, ну, в нашем неврологическом смысле, то есть какими-то очаговыми симптомами. То есть каким-то неврологическим дефицитом, которое тоже может говорить о каком-то поражении головного мозга. И вот в этих случаях, конечно, это повод для того, чтобы как можно быстрее обратиться к доктору, для того, чтобы уточнить причину головной боли. Является ли она первичной и доброкачественной, либо эта ситуация требует какого-то дообследования, уточнения диагноза, это, соответственно, лечение. Ну, вот если говорить о мигрене, это как раз-таки первичная головная боль, то есть то, что является причиной. Вот как диагностируют именно ее? Мигрень, в самом деле, самый частый вариант первичной головной боли. Первичная головная боль – это головная боль, которая не связана с каким-то органическим поражением головного мозга или структур головы. Вообще диагноз мигрень – это клинический диагноз. Его доктор, который занимается этим, доктор-невролог, устанавливает на основании определенных клинических критерий. По определению мигрень – это головная боль односторонняя. Это классический вариант, да? Односторонняя пульсирующая головная боль, умеренной или выраженной интенсивностью, интенсивности длительностью от 4 до 72 часов, которая усиливается при физических нагрузках и может сопровождаться тошнотой, света и звукобоязнью. Не обязательно все они должны присутствовать, но определенная часть этих критериев должны существовать для того, чтобы был установлен диагноз мигрени. Мигрень выбивает человека из жизни на какое-то определенное время, то есть она не позволяет ему качественно существовать, выполнять свои функциональные обязанности, в общем-то, полноценно жить. Из-за чего вообще она происходит? Очень часто я сталкиваюсь с пациентами, которые имеют определенное представление о механизме развития головных болей. Почему-то в нашем обществе превалирует понятие о том, что головная боль – это следствие остеохондроза или какой-то патологии сосудов. То есть сосуд где-то пережался, забился, возникла гипоксия, и вот от этого болит голова. Либо это остеохондроз, и там тоже чего-то где-то сдавилось, ущемилось, и болит голова. Но в самом деле это неправильное представление. К сосудам это не имеет такого вот непосредственного отношения. Эта теория была, превалировала где-то 20-30 лет назад. На сегодняшний день, да, мигрень – это заболевание, которое имеет генетику. И механизм развития связан с тем, что определенные структуры мозга – это система тройничного нерва, гипоталамус, кора, головного мозга – они немножечко избыточно возбудимы. И происходит выброс определенных веществ, которые запускают активацию этой системы. Выброс болевых веществ, веществ, вызывающих боль, активируется кора, и развивается приступ мигрени. Мигрень может быть с аурой, мигрень может быть без ауры. А вот пару слов об ауре. Можете сказать? То есть вот это что подразумевает под собой? Аура – это как раз очаговые симптомы, приходящие, которые длятся несколько десятков минут до часа. Аура – это предвестник, который возникает до головной боли. Иногда есть варианты, когда аура без головной боли возникает. Типичной аурой для мигрени является зрительная. Как совсем недавно мне пациентка сказала, что у нее были галлюцинации в виде каких-то вот мельканий перед глазами. Но в самом деле это аура, которая может быть в виде мерцания светящихся пятен, то есть так называемых фотоапсий. Иногда это бывает выпадение из полей зрения каких-то участков. Аура бывает разная. Она может быть сенсорная, она может быть двигательная, она может быть речевая, может быть стволовая аура. Есть ретинальная мигрень, когда у пациента накануне развития, как предвестник головной боли, возникает слепота на один глаз или выпадение полей зрения на один глаз. Диагноз мигрени с аурой устанавливается тогда, когда у пациента было как минимум два таких эпизода, чтобы мы были убеждены, что это не проявление как чего-то другого. В начале программы мы упоминали о том, что от мигрени страдали многие известные деятели. Среди них есть и художники, которые пытались визуализировать то, что чувствовали. В частности, это есть и в творчестве Пабло Пикассо. На полотнах «Плачущая женщина» и «Портрет женщины в шляпе» лица словно рассечены линиями, пропорции искажены. Ночными приступами мигрени страдал и Эдвард Мунк. Он писал «Часто я просыпался ночью, оглядывал комнату и спрашивал себя, не в аду ли я?» С головной болью связывают и самую известную работу автора «Крик». Вы упомянули о наследственности этого заболевания. То есть это как-то вот, ну, я читала такое, что по женской линии как-то больше наследуется. Если говорить о половом распределении этой проблемы, то до периода полового созревания чаще болеют мальчики, а после периода полового созревания уже взрослые люди чаще болеют женщины, соотношение 2 к 3, и мигрень гормонально зависимая проблема, да, она имеет генетику, сказать, что это именно по женской линии, ну, бывает и папа болеет, а девочка болеет. В двух третьих случаев мигрень, да, имеет генетическую предрасположенность. То есть максимальная представленность мигрени в возрасте от 33 до 55 лет, то есть такой зрелый возраст, а потом уже, в общем-то, может быть, либо изменение течения мигрени, либо она вообще прекращается в некоторых случаях. О методиках лечения давайте поговорим, то есть, наверное, есть какая-то профилактика, купирование приступа, как это происходит? Лечение мигрени складывается из двух компонентов, то есть это купирование самого приступа и профилактическое лечение мигрени. Приступы могут быть разные по интенсивности, то есть есть легкая мигрень, есть тяжелые приступы мигрени, которые сопровождаются рвотой, интенсивнейшей головной болью. И, соответственно, есть категория пациентов, которые помогают обезболивающие противовоспалительные препараты, а есть категория пациентов, которые нуждаются уже в особом, в особой группе препаратов, это так называемые триптаны, их тоже есть несколько вариантов подгруппы. И у них эти приступы купируются только триптанами. Еще есть вариант развития обузусной головной боли, лекарственно индуцированной, когда пациенты бесконтрольно принимают лекарственные препараты, потом уже формируется головная боль, зависящая от приема препаратов. И это еще раз такая достаточно сложная проблема. Если говорить о профилактике мигрени, она такая многокомпонентная, это воздействие на триггеры или провокаторы мигрени, то есть это много моментов в жизни, то есть это и сон, и еда, и отдых какие-то. Ну понятно, что есть те факторы, на которые мы не можем влиять, это погода и прочее. И медикаментозная профилактика, есть определенные группы препаратов, которые мы используем в качестве профилактических средств. Часть из них относится к традиционной кардиологии, да, то есть это препараты бета-блокаторы, препараты гипотензивным эффектом обладающие, а также противосудорожные и антидепрессанты. Кроме того, в настоящее время мы имеем возможность назначать пациентам профилактическое лечение, которое такое, ну, относительно инновационное. Люди, работающие в нашей сфере, они знают, что есть новые препараты. Это моноклональные антитела, это молекулы, которые нацелены конкретно на какую-то цель, на какое-то вещество, и не влияя на весь организм в целом, то есть эта молекула может прервать то действие, которое это вещество могло бы оказать, вызвав определенные симптомы. Вот как раз, если говорить о мигрене, то выявлено вещество, это определенный пептид, CGRP, да, кальцитонин ген-ассоциированный пептид, который вызывает как раз приступ мигрени. И вот это моноклональные антитела могут блокировать этот пептид, либо рецепторы, которые воспринимают этот пептид, таким образом предотвращая развитие приступов мигрени. И эти препараты, они вводятся либо один раз в месяц, либо один раз в три месяца. И вот создается время, промежуток времени для того, чтобы повлиять на течение мигрени, для того, чтобы изменить течение. Безусловно, я хочу сказать, что вылечить мигрень невозможно. То есть, если кто-то сказал, что я вас вылечу, это неправда. Ну вот, может быть, какие-то есть еще вот в плане профилактики, там, не знаю, йога какой-нибудь, что-то такое, что, ну, понятно, что, да, это неизлечимое заболевание, но дополнительные какие-то способы. Да, вот вы говорите, избегает триггеров. И триггеры у всех там разные бывают. Я читала, кого-то там из-за шоколада, у кого-то из-за кинзы. Кофе, сыр, вино. Я всем рекомендую умеренные физические нагрузки, да, которые полезны для всего. Вот, то есть, они и профилактируют какие-то когнитивные расстройства, и полезны для нашего позвоночника, да, и в том числе есть категория пациентов, которые, начиная заниматься регулярно физическими нагрузками, улучшают течение своей мигрени. Как хотелось бы, чтобы это была жизнь, в которой человек жил полноценно, отводя время сну, да, своевременно принимая еду, потому что есть голодная мигрень. Пациент, который лишен стрессов, да, что мало реально в нашей жизни. Совершенно невозможно. Да, да, находить возможность отдыхать, правильно, наверное, как-то работать, сочетая релаксационные какие-то моменты и труд, ну, в общем-то, наверное, отчасти полюбя себя. Есть такое мнение, что мигрень – это болезнь людей каких-то творческих, да, вот много упоминается о том, что там и Бетховен, и Александр Македонский, и Булгаков, который описывал Понтия Пилата. Ну, то есть вот люди, которые, может быть, очень ответственные, держат эмоции в себе. Еще исследование встречалось, что мигренью страдают люди, у которых IQ выше среднего. Вот какое-то, может быть, научное объяснение или что-то подобное, как-то это просто притянуто за уши. Ну, вообще нет каких-то таких достоверных статистических сведений, потому что очень много людей, да, 14% населения. Из них, безусловно, не может быть 14 человек из 100 одаренными, да, с высоким IQ. То есть масса людей обычных. Да, много, поскольку это очень представленный вариант головной боли, поэтому, конечно, очень много известных людей действительно страдало, и это мигрень, и отводились какие-то и художественные образы, да, и в литературе описаны эти приступы мигрени, очень ярко у Булгаков, да, в частности. Поэтому сказать, что мигрень – это удел только одаренных с высоким IQ людей, либо каких-то гиперответственных, говорили, да, когда-то говорили, что это определенный типаж. Но, в принципе, вот, работая в практике, да, я сталкиваюсь с разными людьми, и они страдают мигренью. Если человек, у него приступ мигрени, и он не может работать, дается ли больничный в таком случае, то есть как это вообще классифицируется, то есть это же есть такое заболевание? Ну, в принципе, да, в принципе, если это тяжелый приступ мигрени, да, то человек действительно нетрудоспособен, то есть он не может выполнять свои обязанности, он не может иногда порой выйти из дома, да, поэтому, конечно, он в этом случае имеет право на листок нетрудоспособности, конечно. Некоторые ситуации требуют стационарного лечения, да, допустим, если мы имеем затянувшийся приступ мигрени, который не купируется никак, либо это медикаментозно индуцированная тяжелая мигрень, либо это хроническая мигрень с такими частыми выраженными приступами, тогда, конечно, пациент в некоторых случаях госпитализируется, подбирается терапией, пациент преодолевает вот этот вот лекарственный абузус или, ну, то есть какие-то определенные моменты в лечении корректируются. Вы сказали, что приступ длится там до 72 часов, если вдруг это длится больше, например, или какие-то дополнительные симптомы, повод вызвать даже скорую помощь, наверное, да, человек? И вообще, если что-то необычное происходит, да, то есть все пациенты имеют картину, то есть, я говорю, они стереотипные в принципе, понятно, в какой-то степени могут отличаться эти приступы, но все же, если что-то необычное, что-то выходящее за рамки, либо это длящееся действительно больше, чем должно быть, конечно же, это основание для экстренного обращения в стационар к доктору. Еще, наверное, существует такой стереотип, мне кажется, касаемо мигрени, что вот люди, если слышат о том, что, допустим, их там знакомый, там коллега или кто-то говорит, ой, у меня мигрень, ну, предполагается, что ну, выпей таблетку, все пройдет. И не всегда люди могут понять, насколько человек проживает на самом деле тяжелое состояние, потому что это приступ может быть разным. Вот как можно, наверное, донести людям, попытаться объяснить свое состояние, чтобы они поняли пациента, и как близкие могут помочь человеку, вот если в семье там у кого-то мигрень, как можно облегчить его жизнь, да. В самом деле люди, у которых никогда не было головной боли, они с трудом понимают тех, у кого болит голова. Ну, что такое болит голова, да? Что это, это же не нога, не рука, это голова, ну, выпил таблеточку, действительно. В самом деле это очень тяжелые, я говорю, есть тяжелые приступы мигрени, когда пациент лежит три дня, рвется, там, он не может ходить, он не может есть, это полностью его выбивает из социума. И, в принципе, это действительно бремя такое, экономическое бремя, поскольку это лишает пациентов трудоспособности, в общем-то, этот период, когда они в приступе мигрени. И как раз так думают люди, которые не сталкиваются, у которых в семье нет людей, страдающих мигренью. Помочь им понять это, наверное, посмотреть на своих рядом живущих людей, как это происходит. И те люди, у которых в семье есть родственники, которые страдают мигренью, они понимают, что это действительно все непросто. Это тяжелый приступ головной боли, который требует особого внимания. Родственники, ну, они должны, наверное, создавать какие-то условия, стараться создавать для того, чтобы минимизировать как раз вот эти триггеры. И на тот период, когда возникла головная боль, мигренозная, когда не всегда получается справиться с ней сразу, да, еще хотела бы уточнить, что мигренозную головную боль нужно снимать как можно раньше, как только она зарождается, не дожидаясь, что она вдруг пройдет сама. И на тот период, когда вот этот, происходит борьба с приступами мигрени, позволить своему близкому человеку, ну, занять вот как раз это, да, покой, темнота, тишина, полежать, поспать, вот дать такую возможность, чтобы справиться с этим приступом. Ну, я говорю, создавать условия для более комфортного бытия, для более комфортной жизни. Подытожим, мигрень – это хроническое неврологическое заболевание, которое требует комплексного подхода в лечении. Важно не только определить подходящую терапию с врачом, но и соблюдать режим сна, избегать провоцирующих приступы факторов. В любом случае, не игнорируйте головную боль и обращайтесь за помощью к специалистам, чтобы выяснить ее истинную причину. Берегите себя. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова